I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки Мы продолжаем распихивать всех локтями по пути к повышению Будем пробиваться наверх и сейчас нам нужно бы выбрать эскорт Итак, вообще-то у нас начальник попросил одну блондинку И первый весь мир, что там было, выбрать эскорт Просто выбрать, на самом деле он попросил одну высокую блондинку Одну пошире, так скажем, и другую Ну, я про блондинку думал, что это наши коллега Я думаю, это уж понимали, но я не вижу, что тут блондинки Поэтому, наверное, будем выбирать из того, что есть Но тут есть из чего, кстати, выбрать Уточнить подробности А, вы кто? Кто может выполнить любую, даже самую смелую фантазию? Ну, не сам, конечно Хотя, хотя ты милый Нет, спасибо Ну, что ты, красавчик, ты вызвал скорую помощь? Подтвердить Да, я звонил насчет двух девушек Всего двух? Ну, что меня разучариваешь, такой красивый, сильный парень Всего две девушки Мне хватит Точнее, это не мне Ну, да, ну да, это не тебе Это одному твоему другу В общем, хватит и двух Ну, как знаешь, убирай, кто тебе понравится Потом обсудим детали Выбрать Ну, что, выбрал? Назад Как говорится Когда ты хочешь 20-летний эскорт А на следующее утро Обнаруживаешь под окном Форд Да? Так Кого же мы хотим? Давайте, наверное Вот Он сказал, чтобы за что было подержаться, да? Давайте Ладно, давайте вот эту О, хотя у нее волосы вроде как Вожделюба Это На кого я должен смотреть? Почему? У меня тут появляются детали, но люди здесь не появляются Появляются Вожделюба На какие-то, по-моему Люба Вожделюба Хочешь, я буду любить тебя Так же, как мои родители любили вождя Закончить Ладно, ты кто? Я так понимаю, что все можно поговорить Запомни мое имя Виолетта От меня еще никто не уходил недовольным А, а У них картинки у всех одинаковые Я понял Закончить разговор Еще никто не уходил от нее Ангелина Выберем И окажешься на небесах Ясно Это все звучит очень угрожающе Прикинь От меня еще никто не уходил Чувак Ты окажешься на небесах Что ты мне скажешь? Покажу тебе, что на настоящее удовольствие есть У настоящее удовольствие есть имя И это имя Вожделина Вожделюба Вожделина Вот это, кстати, получше сочетается Это от вожделения? Нет, глупое Слово Божье Ну, естественно Это же про вождя все Привет, меня зовут Олимпиада Хочешь, мы с тобой поставим Новый мировой рекорд Постельному плаванию Так Ты у нас вожделюба Ты у нас вожделина Это Олимпиада Это Ангелина А ты у нас Я забыл, как тебя звать Ладно А, Виолетт, вон Они все подписаны внизу Я пытался запомнить Зачем, кстати Не знаю Ну, че, я думаю, что Вожделину Олимпиаду Можно взять Выбрать 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 Или Виолетту Может быть Ладно Давайте Давайте Тогда Возьмем Вожделину И Даже не знаю Но он просил Чтобы было За что Подержаться Давайте Виолетту Подтвердить Выбор Да Детей Не беспокойся Я знаю Как у вас тут все устроено Проведем девочек По отчетности Как Наемных грузчиков Счет Я уже отправил Вашу бухгалтерию Ну, удачный тебе отдохнуть Ага Спасибо 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 А че там По квесту Пир на весь мир Поговорить с Фергюсом Ясно В общем Их не надо будет Проводить Меня это Чрезмерно Радует Теперь Насчет Наркоты Я думаю Что мы Что у всех Так хорошая Хорошая погода Интересует Погодка Отличная Люблю дождь Там нет дождя Вот эти чуваки Еще в прошлый раз Показались мне Очень странными А когда есть Кто-то странный Можно предположить Что они Пришли за тобой А Вославь солнце Так Давайте цветочки Пообыскиваем Вдруг Что интересного Появилось Тут ничего Меня до сих пор Мучает Как установить Камеру У Начальника Мы сейчас Из автомата Достанем Таблеточки Волшебные Ничего не появилось Я просто думаю Ну а вдруг Ну а мало ли Это все-таки Цветочник работает Может там Что-то нычет Еще что-нибудь Давайте Это тоже Обшмонаем Час практически Потратили В никуда Печально Конечно Но что есть Я вот еще думаю Что мне Блин А что насчет Картотеки На картотеку 8 часов Надо я про нее Забыл Нафиг Ёлки-палки Ладно Значит уже Картотекой Не сегодня Будем заниматься Мне в принципе Осталось 8 часов Лучше Наверное Попробую Подбросить Таблетки Мне кажется Что Это будет Эффективно Они же У нас Запрещены Где это было проносить в госучреждение запрещено. Супер. То есть, получается, я могу их сейчас... Этих тоже можно было послушать, наверное. Могу их подложить нашей матери-одиночке, выходит. С тобой никого, но квеста нету. О взрыве, обо всём. О мистерстве. О семье. На этом мы уже всё разговаривали. Так. Можно, конечно... Ой, Карл. Не-не-не, погодите, погодите, погодите. Мне вот сейчас что интересно. Где наша... Девушка. Надо подождать, чтобы она свалила отсюда. Да я пока обыщу тут всё. Блин, на что я трачу время? Ты бы вышла оттуда. Слушай, мне... Мне нужно там немножечко это... Ой, ей надо позвонить. Отлично. Сейчас мы заодно с тобой поговорим. Может, что-нибудь новенькое появится. Средства для эффективной работы. Знаете, в чём прикол? А если она их возьмёт... Закончите разговор. А мы сейчас что сделаем? Мы сейчас подбросим. Если это не сработает, то попробуем... Да. Попробуем её уговорить, чтобы она взяла. Блин. Мы на тебя пока что очень много чего тратим. Да нет, нет, не стучи. Нет. По головушке себе постучи. Идём ломать сразу. Посмотрим, если у нас появится красная... Вот эта фиговина. Так. Взлом. По-моему, нет, да? Блин. Просто если её уговорить... На то, чтобы она взяла таблетки. И таблетки ещё найдут у неё в этом. То я думаю, что это будет прям то, что нужно. Знаешь, в чём? Давайте попробуем. Эта-та-та-та-та. Про эффективную эту. Это и стало. Убедить. Ну, это лёгкий наркотик. Так что не совсем законно. Ты же знаешь, у нас много чего запрещено. Даже зелёные яблоки. Кстати, да! Запрет на зелёные яблоки был это, я помню. Есть же разница. Алкоголь тоже лёгкий наркотик. Ты же его пьёшь, а от похмелья, тошнота, во рту гадость. А тут, наоборот, бодрость. Решение. Хорошее настроение. Город свернуть можно. Да что я тебе говорю? Не хочешь, так не хочешь. Сами использую. Подожди, а там и порция же ничего не в случае. Мне отчёт надо написать до вечера. Кофис, ну, давай свой стимулятор. Пройдите. А, она их сдала ей. Блин, я пропустил, извините. Блин, все в порядке. Спасибо за помощь. Обо всём... Па-па-па-па-пам. Я могу её сдать теперь? Давайте попробуем. Блин, он... Блин, нет, я не могу её сдать. Ну, по крайней... А почему он, если наркотики запрещены, она их приняла? Она... У неё 2 пузырика там, почему я не могу её... Бесит. Ладно, пойдём к Фергюсону. Мы и так сегодня временем раскидываемся направо-налево. Кстати, очень жаль. Ну, ладно. Мне нужно как-то от неё избавиться. Я думал, что эти наркотики будут средством, чтобы... Да, да, иди в задницу. Уроды бюрократические. С тобой поговорить не могу. Ну, как бы, не о чём, да? Да, не о чём. Хорошо. На картотеку попробуем завтра покопаться. Пойдём пока что. Ничего, ломиться. Ломись. Так, со стука. Мне камеру надо установить как-то. Чёрт. Давайте сейчас у меня будет как-то возможность это сделать. Пожалуйста. Сейф до сих пор не кликабелен. Ладно, дружище. Подготовку к празднику. Чё пришёл? Доварищ Фергюсон. Я знаю, что я товарищ Фергюсон. Ты сделал то, что я приказал. Не тянет, Ред Грейв. Нашёл девица? Вечеринка начнётся сразу, как ты скажешь мне. Да. Чтобы сделать везде записи вечеринки, нужно ставить камеру наблюдения до её начала. Нет. Я так, кстати, и думал. Так, мне нужны документы, чтобы Магда ушла. Тут я уже всё обыскивал. Я думаю... Блин, ну как мне это сделать? Он-то оттуда не выйдет никак. Да иди ты всадницу со своей очередью каждый раз по часу ждать. Блин, тварина. На, всё свали отсюда. Если мы камеру ей в стол положим. Давайте ещё раз почитаем. Всё равно сегодня день уже просто угроблен. Давайте просто потратим на то, что есть. Так. Ежемесячный осмотр камер произведённый. Чё тропочный. Не обнаружено приёмное, товарищи. Рабочий зал. Неисправности не обнаружено. Приёмное, товарищ Фергюсон и его кабинет. Неисправность не обнаружено. Камер нет. Напишите запрос в отдел безопасности для установки камеры, если они вам нужны. А как я могу запрос от неё написать? Фишка в том, что я же вроде как этого не умею. Если мы сюда положим камеру в её стол, она её установит или нет? Вот мне что интересно. Иначе... Чёрт. Я так время трачу. Вообще сегодня бездарно. Туда полчаса, сюда полчаса. Почему просто что-то положить или вытащить? Ну, то есть... Почему повторность с меня снимают по полчаса? Я тут ничего сделать не могу. Понимаете? У меня вещи выделяются. Но сделать я тут ничего не могу. Не на сейфке. Ну, потому что начальник, блин, в кабинете. Вот почему не могу. Но как его отсюда выманить? Это, получается, нужно только если камеру ставить чужими руками. Отлично. Она ещё не на месте. Хорошо. Тогда всё-таки ложим ей камеру, попробуем эту фишку. Потому что как её отвлечь, мы более-менее знаем. Посмотрим, может быть, она нам поможет с установкой. Осталось каких-то несчастных 2 часа? Вообще ни о чём. Может, поработать? Нет, пойдём домой. А вдруг дома нужно будет что-нибудь интересненькое. Пойдём сейчас. А, блин, а насчёт службы безопасности? Может, я мог поговорить... Тут ничего у нас новенького не появилось. Может, я мог поговорить с охранником, чтобы он мне как-то помог. Давайте попробуем сейчас. Я ещё с ним потрентью немножечко. Насчёт установки. Ну, блин, он же скажет, сделайте запрос. Я просто не знаю, как это всё делать. Ну, то есть... У меня вроде как нету такой опции, наверное. Я читал статью о наших Победах газет сегодня. Я сегодня не читаю, я читаю завтра. Я сегодня-сегодня прочёл, а завтра-завтра прочту. Они обе хороши. Сегодня-сегодня, а завтра-завтра. Ну, блин, логично, некуда просто. Там-там-там-там-там-там-там. С этим с мусанчиком потихонечку зомбирует. Отлично. Дружище. Поговорите по всём. А, не против, если тут постоянно целый день садится. Сидишь в одиночестве. Бюро находок, погода, семья, работа, режим питания, физическая форма. Блин, у него ничего такого нету. Никаких диалогов. Блин, просто как-то вот аж прям обидно. Сбыть стимулятора один из трёх. Ага. Я их припятал у тебя в кабинете. Посмотрим. Что-то я немножко в тупике, честно говоря. Некоторые задания здесь, ну, достаточно неочевидны. Так, новый счёт. Водоснабжение. Вот, 50% скинули. Вода отведения. Ну, блин, твари. Ладно. Сбор фонд пропаганды... Центров блаженного... О, блин. Так, деньги начинают таять. Вообще, ни разу не весело. У меня их было вроде норм, а сейчас... Так, телек смотреть. Телек мне, в принципе, нафиг сейчас не нужно, потому что всех, с кем я могу его обсудить, уже практически отъехали. Хочу ли я смотреть это? Нет, не хочу. Спасибо. Отношения с... Это там у нас... С Хазаром не так хорошие отношения. Так что... К чёрту. Блин, 4 часа... О, а на улице ничего нельзя сделать? Может, можно как-то... Просто выбрасывать 4 часа времени? Поройтесь вокруг дома. Интересно, это даст какие-то рандомные события или нет? Рядом с домом ничего интересного. Возвращайтесь домой. Кое-где орут дети из... Так, здрасте. Из немытых окон квартира на первом этаже доносится запах ужина. Дверь в подъезд сорвана с петель. На стене свежая надпись Вождь в моей... Дальше закрашена. На лестнице первого этажа путем преграждает шикарный кожаный диван. Рядом светится полный мужчина с красным лицом. Он пытается в одиночку затащить диван вверх. Сосед обращается к нам за помощью. А откуда диван? Затем рассказывает историю, как ему совершенно случайно достался талон на мебель. Он совершенно случайно увидел этот диван в магазине. У него совершенно случайно оказались при себе деньги, но по его бегающим глазам понятно, что он врет. Надавить. Сообщайте соседу, что не верите в его сказку и хотите положить этот... Доложить про этот шикарный кожаный диван. Куда следует? Сосед побледнел. Он начал упрашивать вас не докладывать. Он рассказывает о больной жене и требованиях достать диван, как у нормальных людей. Что диван ему достался за взятку у начальника своего цеха. И тот получил свой талон от кого-то еще. Сосед предлагает деньги за молчание. Взять деньги, конечно. Вы делаете многозначительное лицо и кивает. Сосед достает с кармана все, что у него было и продолжает толкать диван вверх по лестнице. Конец. Слушайте, рандомные события, да? А если еще раз? А, это один раз в день можно. Блин, наверное, надо было это делать. На площади. Я могу, кстати, сходить на площадь. У меня три часа есть. Почему бы нет? Ум все равно нечем заняться. Так. На центральной площади бушует людское море. Где-то вдалеке надрывается на сцене оратор. Его речь многократно усилена громкоговорителем, разносится над головами. Нет и не может быть пощады кровавым наемникам-борейцам, подлейшим убийцам, шпионам, диверсантам и вредителям. Тысячи глоток подхватывают этот призыв. Промолчать. Поблизости невзрачный мужчина в сером пальто внимательно рассмотрит толпу, а после кивает вам. Кермы к мужчине. Незнакомец указывает взглядом на подворотню и быстро уходит в нее. Это очень плохая идея. Идти. Когда вы подходите, серое пальто показывает в том же доме полицейского и спрашивает, вас ли прислали ему на подмогу. Да, именно меня. Полицейский сообщает, что заметил в толпе особо опасного преступника, находящегося в розыске. Он просит вас оказать ему помощь в задержании, потому что его напарник находится в другом конце. Согласитесь, конечно. Договорившись о сновесных действиях, вы пробираетесь в толпу к высокому мужчине и валите его на землю. Полицейский моментально надевает на него наручники. Тут вы замечаете, что под курткой у преступника полно взрывчатки. Террориста уводят, а вы быстро уходите с площади, пока серое пальто не стал уточнять, с какого вы отдела. Фига себе погуляли. Чувак со взрывчаткой. Вот это приключение после работы. Давайте спать. Ага, добавили нам 9 часов. Нам в любом случае сейчас в сторону Магды надо двигать. Там картотека. Знаете чё? Ладно, ладно, ладно. Надо сегодня заняться картотекой, потому что это 8 грёбаных часов. Это нужно сделать, как-то потратить один день на это. Я вот что подумал. Если я поговорю с курьером, возможно, он сможет достать мне какие-нибудь запрещенные товары, что-то. Чем можно подставить нашу эту мать-одиночку. Во-первых. Во-вторых, как сраную камеру поставить? Я прям уже в растерянности. Это начинает меня немножко подбешивать. А это не сутенерса вчера, случайно? О-о-о-о, серьёзно? Она прям поговорить хочет? Нет, я-то с ней поговорю. Что ты хочешь? Узнаешь, что нужно. Что ты хотел? Ты хотел поговорить? Мне нужны твои таблетки. Отложить на потом. У меня сейчас нет, но я могу его принести позже. Хорошо, только побыстрее, пожалуйста, они мне очень нужны. А они, если что, у тебя... Мне восемь часов нужно. Блин, сейчас я ещё полчаса потрачу на взлом. Зачем я их выложу? Не могла ящик открыть. Я понял, я её подсадил на таблеточки. То есть, а вот эти 500 доверия, которые я потратил, они того стоили. Так, на, держи. Продать за 500. Конечно. Давай скорее. О-о-о! А почему... Ну почему только сейчас появилась? Наркоманка употребляет наркотики. Так она же ещё и вчера употребляла. Я могу подождать ещё один день и продать ей ещё один пузырик. Вот что я думаю. Поэтому, наверное, мы сейчас так и сделаем. Я в любом случае сейчас весь день потрачу на картотеку. Твою за ногу, не потрачу. Сюда надо час, чтобы стоять. Это нужно прийти и целый день потратить именно на это. Больше вообще ничем не заниматься. Отлично! Тогда. Мы сейчас ещё один пузырик припрячем. Например, вот сюда. Поболтаем с пейджем. Торговать. Иностранные деньги! Они же запрещены в хранении, да? Это же прям контрабанда, контрабанда. Ой, да-да-да. Отличный выбор. Это прям очень жуткая, страшная вещь. Мы их сейчас сложим в торговый автомат поломанный. И это у нас будет железный компромат, если мы точно прям захотим кого-то выкинуть. Просто эту мамашку мы и так уже выкинем. А вот деньги подкинуть прям святое. Пойдём теперь поработаем, получается. Ну, то есть, сегодня всё равно уже больше делать нечего. Попробуем выкрутить из этой ситуации максимум. Да и к тому же нужно потихонечку возвращать очки репутации. Их тут дают по соточке, конечно. Это такое себе. Ну, хоть что-то. Ой, я тут давно не жил. Уничтожим вражескую гадину. Вчера в время митинга в честь новых судьбоносных решений вождя представители Министерства порядка задержали вражеского террориста-смертника. При помощи динамита он хотел устроить из митинга собрание граждан кровавую бойню. Однако был изоблачён и арестован. Были спасены тысячи жизней, тысячи детских глаз. А всё же увидят солнце новой эры, в которой ведёт нас великий Божий. Слава нашим стражам закона. Подлый наймит, понёс достойную кару своей деяния. Смерть врагам и шпионам. Смерш. Ну да. Блаженный сон. Министерство социальной защиты сообщает, что благодаря реализации программы «Блаженный сон» в прошлом году была полностью решена проблема содержания домов престарелых. Это позволило государству экономить более трёх миллионов, которые были направлены на помощь фронту. Граждане, сообщая о лицах, достигших возраста 85 лет, на горячую линию программы «Блаженный сон». Вы помогаете государству приближать победу. Сообщая. Нашёл старика? Сдай его. Всё. Ой, блин, какой... А чё бред-то? Учитывая соседнее наше государство, это не такой уж и бред. Давайте поработаем. Мой начальник Иржи Шнипс поставил под удар честь и совесть завода резиновых изделий. Сначала мы выпускали шины, затем заказов стало меньше, и мы делали полицейские дубинки. Это, кстати, донос. А теперь он предлагает нам производить резиновых уточек. Уточек! Прошу вас принять меры и не допустить позора нашего завода. Это у нас донос на труд. Сегодня среда. Иди. С миром. Уточек они выпускать не хотят. Мой сосед, оформитель Питер Блэс, вчера вечером сказал, что наш герб это пирамида днищем скверху. Это донос на патриотизм. Среду и диди. Герб пирамида днищем. У меня при себе полный реестр новорожденных из нашего рынка. Мы его надо передать. Информацию принесла про социальную заботу в Триснестый. Иди. Иди с миром. Добрый день. Руководство нашего роддома запрещает санитарам ходить на митинги солидарности и верности. Потому что в это время рожи не состоятся без присмотра. На мой взгляд, это натуральное предательство. Детей-то еще нарожает. А быть на митинге долг каждого патриота. Жалоба. На труд. Ну, наверное, вот так. Нет, блин, это не на труд. Это на патриотизм. Зараза. То, что вас с работы не отпускают. Ну, это же труд. Ну, идите бы в задницу. Здравствуйте. Я принесла ветеринарные паспорта всех моих кошечек. Могу ли переоформить кота терапию как лекарственное средство? Лекарственное средство? Да, для одиноких женщин. По одной кошке на каждый год одиночество. И все печали, как рукой снимают. Куда мне передать документы? Наверное, я ошибаюсь, да? Конечно, я ошибаюсь. Хотя министерство правильное выбрал. Ты же принесла информацию. Давайте еще два часа потратим. Поработаем. На славу Родине. Здравствуйте. Работаю ветеринарами. Заметил, что если в коровнике включать речи вождя, у коров резко вырастет надой. Свиньи начинают лучше пороситься, а увесшие становятся мягкой и шелковистой. Я хотел бы передать результаты наблюдения в Министерство науки. Может быть, они пригодятся Академии сельского хозяйства. Информация. Наука. В 78-й в среду. Иди. Да, отлично. Дальше. А дальше нету. А, да, я же новый запустил. Добрый день. Я принесла образцы новой спортивной формы нашей сборной по военному ориентированию. На следующей неделе ожидается наступление на Западном фронте. Моя новая форма придется им по вкусу. Принесла образцы. Информация. Военное ориентирование. Ну, патриотизм же ж, наверное, да. Нет, все-таки спорт. Военное ориентирование. Спорт. Ладно. Что, у меня была эта мысль? Здравствуйте. Я принесла объяснительную записку по поводу длины юбки моей дочери. Ей арестовали на 30 суток. Я якобы нарушила декрет о мини-юбках. Ни девочка просто очень быстро выросла. Я не успела покупать новые вещи. Куда могу передать бумагу? Запрос, порядок. Да ладно, правильно. Я вообще думал, что я сейчас накосячил по двум пунктам. Вы мне за все ответите. Вы мне сейчас точно за все ответите. Успокойтесь. А вот не надо меня успокаивать. Я привела ребенка посмотреть на соревнования по оси. асинхронному плаванию. Что я вижу? Полуголая девица задирает ноги на потребу публики. В этом суть вида спорта. А вот не надо, не надо мне тут порнографию отправить. Мой мальчик полную бороду с линией напускал от негодования. От негодования. Я требую запретить этот вид спорта, как разращающий наш молодежь в трудное время. А жалоба на спорт... Вот... В среду не работают. Сюда иди. Пожаловаться на спорт она решила. Я прошу Министерства труда обратить внимание и наказать руководство сберегательной кассы номер 12 за непрофессионализм. Я вчера хотел снять деньги со счета, а мне сказали, что решение руководства на весе деньги выкладчика были приобретены облигацией военного займа. Это же совершенно неправильно. Это же я, правда, я знаю, что сейчас надо брать облигации управления шахт. Значит, это жалоба на труд вот сюда. Ну, пожалуй, все. Так, тележечка. Это единственная тележка, которую я могу обыскивать, не тратя время. Стоп. А куда я третий таблетки делал? Вот это дырявая голова. Куда я третий таблетки-то делал? В автоматах запихал? Нет, в автомате только, по-моему, деньги. Ладно, таблетки, значит, где-то у кого-то. Все, валим домой. А вот эти, ребят, еще послушаем сейчас. Есть пара сотен до субботы? Есть, не волнуйся за меня. Есть пара сотен до субботы. Получается, если мы еще и третью партию таблеток пристроим, то мы выполним квест по распространению, собственно, веществ. Что нам за него обещают? Ничего. Ну, у нас просто висит квест, типа... Все. Возможно, это было бы продолжение линейки с тем чуваком, которого... Которому кирдык. Поэтому он дальше у нас никуда не ведет. Это, кстати, логично. С вами покорить нельзя? Нельзя. Пошли такие два гуся. А что происходит-то, собственно? Что нет в моей квартире? О, простите, простите, я уже ухожу. Немедленно уходите. Да, бывало такое, что меня тоже застукивали. Дома хранить ничего нельзя, но это логично. Оплата лампочек для подъездов и оплата отопления. Давайте, подавитесь. Почему телеку? У меня каждый раз как квест висит, но... Ладно. Новых-то сериалов не появилось. Не появилось. Что мы можем сходить посмотреть на улице? Только к Кехлеру можно пойти. Остаться дома. У торговца 100 пудов есть что-то хорошее, но при таких обысках, которые проходят дома... Поехали спать. Один день можно и выспаться. Давайте все-таки сейчас рискнем и сходим посмотрим картотеку. У меня сейчас очень сильно чешутся руки избавиться от нашей напарницы, но все-таки я хочу попробовать добраться до картотеки. Это час очереди и 8 часов в картотеке. Это ровно 9 часов нахождения на работе. Сейчас посмотрим, Хейзер будет ли вожделеть со мной встретиться, так скажем. Просто пришел. Пришел домой. Пришел такой на работу по картотеке полазить. А! Нет, не хочет. Нет. То есть я, получается, третий пузырик ей уже не продам. Что ей нужно? Принести позже. Да, и все-таки нужен третий пузырик. Мы время на это не потратили. Хорошо. Только на этот раз почему-то у нее не было значка квеста. Да, подавитесь в этим часом. Хух. Картотека. У, иностранные деньги. Талоны на продукты. Здравствуйте. Иностранные деньги, кстати, их взять здесь можно, если вы видите. но детях будет обс... Хотя я могу их положить в свою тележку. Если меня не арестуют, то завтра... у меня уже есть иностранные деньги. Не буду рисковать настолько. Понимаете, у меня просто нету времени, чтобы положить их в какую-то тележку. В единственную тележку, куда я смогу их положить, это в свою. Я не знаю, обыскивается или нет. Так, отдай талон на еду. Кто молодец? Я, молодец. Я нашел талон. Отлично, теперь никто не умрет от голода. Есть болезнь, с проблемой. Многие дети болены диабетами, но нужно инсулин. А в доме негодных всем на это наплевать. Я подкупил персонал, они тайно делят инъекции, но теперь у меня проблема с самим лекарством. Что случилось? Программа очищения нации считается выполнена, поэтому инсулин вообще не производят. Из-за границы его привезти нереально. Лекарство еще сильнее, чем взрывчатку. Все теперь делать в подпольной лаборатории, с которой я работал. В последнее время сильно прижали. Я узнал, что в одной из них лекарство осталось, но я не могу пойти сама. За мной могут следить. Что требуется мне? Стреться с службым человеком и договориться о поставках. Все остальное я возьму с себя. Согласен, конечно. Где, когда произойдет встреча? Знаете, старый речный порт на окраине города. Лаборатория где-то там. Очень распущенное объяснение места встречи. К сожалению, это вся информация. Но человек сказал, что если нам нужен инсулин, то мы найдем его. А нам очень нужен инсулин, Иван. Ясно, понятно. До свидания. Я посмотрю, сколько часов на это нужно. Если на это нужно два часа, то, может быть, мы сейчас туда исходим. Если нет, то я бы, наверное, даже не знаю. Будет ли считаться, где у нас шпионские игры камеру. Вот. Мои коллеги добровольно или принудительно снять свои конъюнкоры из списка на повышение награда 10 тысяч. Это, кстати, прикольно. Я тут, получается, останусь один, да? Да. Давайте возвращаться домой, посмотрим, сколько времени у нас займет поход в порт. Возможно ли его сделать сегодня или для этого нужно накопить больше времени. в картотеке лежат иностранные деньги. Офигеть. Просто это очень большой риск. Если у меня найдут эти деньги, то это просто сразу конец игры. Какой он тут у нас тройной четверной агент, потому что работает и на новое завтра, и на себя, и на правительство, и на всех-всех-всех, короче. Опасно так жить. Да вы издеваетесь. Нет, я сначала на телефон отвечу. принять. Алло, кто это? Здравствуйте, это Эван Редграев. Кто спрашивает? Фамилия Питерс, я директор детского патриотического лагеря молодая гвардия. Товарищ Хазерс, сославшись на вашу рекомендацию, передала нам на свидание двоих детей. Вы рекомендовали наш лагерь? Да, все верно. Пусть дети вырастут патриотами, сознательными, гражданами и все такое. Если трудно их воспитывать, а в чем, собственно, дело? У нас в директиве на привлечение новых воспитанников в лагерь вам полагается премия. Спасибо за... Ха-ха! Спасибо! Нормально, 400. Круто. Набрать номер... Премия. Спасибо. Кто ты такой вообще? Что тебе надо? Блин, это ты, тварь. Премия. Добрый вечер. У меня великолепная новость. Лотеринбилет, который был куплен на собране жильцов, с жильцами, деньги выиграл. А, на собранные жильцами деньги выиграл. Здорово. Как автор этой идеи, я забрал себе справедливую часть, а остальное поделил между всеми. Вот ваша доля. Спасибо, это очень неожиданно. Набрать, я 16 раз участвую, и это первая крупная победа. Фигаси, деньги оттуда, деньги отсюда. Нет, когда все хорошо идет, это, знаете, подозрительно. Подписка на журнал в пользу детей Северной Бореи, оплата электричества. Я просто, чтобы значок ушел, тыкну на него, и все. Сколько нам нужно времени для похода в порт? Да, три часа. Нам не хватит. Это нам нужно раньше уходить с работы, остаться дома. Остаться дома, спасибо. Тогда, ребятушки, давайте сейчас поспим. На этом серии будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра-бобра, все молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!